Всем привет! На этой неделе в мире Apple произошло много неоднозначных событий, которые заставили задуматься о том, что вообще происходит. Так компания себя еще не вела. Ладно, не буду томить, сейчас все расскажу. Началось все с того, что онлайн-магазин Apple вдруг неожиданно закрылся. Все затеяли дыхание и начали гадать на лысине Джонни Айва, что же нам покажут в этот раз. Совсем скоро магазин открылся и разделил миллионы фанатов марки на тех, кто поддержал новинки и тех, кто не понял, для чего все это сделано. На сайте появились сразу два новых планшета. Первым из них стал обновленный iPad Air третьего поколения. При цене, стартующей чуть выше 40 тысяч рублей, он логично занял собой пропасть между обычным iPad и дорогущим, как жизнь в Москве, iPad Pro. Мы уже выпустили видео на эту тему, но если вкратце, то новинка стала не отдельным устройством, а продолжением того самого iPad Air, который выпустили много-много лет назад. В этот раз, судя по всему, его выпустили для того, чтобы не держать в модельном ряду две версии iPad Pro с рамками и без рамок. Новинка оснащена всем самым передовым железом, а самым значимым отличием от флагмана линейки является дизайн. Вторым планшетом, который появился в продаже на этой неделе, является обновленная версия еще более забытого iPad Mini, которой вообще никто не ждал и только фанаты такого формата ждали его обновления. Мы нет. Казалось бы, его можно было укомплектовать, что называется, по остаточному принципу, но что-то пошло не так, и он, как и Air, получил топовое железо, сделавшее его в три раза производительнее предыдущего поколения. Диагональ экрана по-прежнему сохранилась на уровне 7,9 дюйма. Это примерно вот столько. А экран, как и в случае с iPad Air 3, поддерживает Apple Pencil. Теперь у нас есть целых пять планшетов Apple, и все с разной диагональю. От 7,9 дюймов у iPad до 12,9 дюймов у большого iPad Pro. И все они поддерживают карандаш. Теперь Apple точно сможет сказать, какого iPad вам еще надо. Не хватило Apple новых планшетов. На следующий день вдогонку они выкинули на сайт еще и новые AirPods. Хотя такие ли они новые? Да, они называются AirPods 2, оснащены функцией Привет Сирии и заряжаются без проводов. Но не от AirPower. Вот только достаточно ли этого? Теперь ведь придется всем рассказать, что твои наушники хоть и выглядят как старые, но на самом деле новые и крутые, и стоят 17 тысяч из-за чипа H1 и доработанного кейса. Кейс, к слову, можно купить отдельно, а стоит он 6,5 тысяч рублей. Купить наушники сразу не получится. В официальном магазине Apple срок доставки числится 2-3 недели, при этом как для новых наушников, так и для старых, и даже для кейса. Судя по всему, серьезных перемен стоит подождать до третьего поколения, которое, по слухам, выйдет не ранее следующего года. По крайней мере, этого обновления мы ждали 2 года. Чуть меньше мы ждали обновления компьютеров Apple, но изменений там меньше. Их можно отнести к разряду дежурных. Это было лишь дежурное обновление железа. Новых моделей мы не увидели. Не секрет, что складные устройства – это новый технологический тренд рынка смартфонов. Говорить об их потенциале пока рано, неизвестно, как отреагирует рынок. Тем не менее, дизайнер уже вовсю представляет, каким мог бы быть складной айфон. Одним из таких проектов стал концепт iPhone Fold. Ничего не напоминает? Который представлен промышленным дизайнером Антонио де Роза на известной площадке Behance. Давайте взглянем на него. В сложном состоянии iPhone X Fold получил довольно внушительный по своим размерам дисплей. На целых 6,6 дюйма. В раскрытом формате экран становится еще больше – 8,3 дюйма. Правда, знаменитая выемка осталась на своем месте. Создатель концепта полагает, что операционная система будет использовать все преимущества складных устройств. Например, на рабочем столе располагается место для виджетов. А в режиме работы можно будет использовать смартфон как ноутбук. Выглядит интересно, хотя и вопрос удобства остается открытым. Дизайнер уверен, что предполагаемый iPhone получит тройной модуль камеры с оформлением в стиле Huawei Mate 20 Pro. Впрочем, о возможностях камеры автор проекта решил умолчать. Дизайнер даже поработал над коробкой будущего устройства, придав ей своеобразную треугольную форму. Выглядит довольно самобытно. А вы как думаете? Есть и пара слухов о грядущей презентации Apple. Согласно им, компания намерена сосредоточиться не на количестве, а на качестве эксклюзивного контента, который появится на фирменной площадке компании. Такими данными делится Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники из отрасли. Apple Video, а именно так, судя по всему, будет называться будущая платформа компании, в первую очередь будет отличаться от Netflix именно этим. Но на этом отличия Apple Video не заканчиваются. Собеседники Financial Times уверены, что Apple не будет лицензировать контент сторонних производителей, а предложит своим пользователям возможность оформить подписку на доступ к сторонним платформам в рамках фирменного приложения. Таким образом, Apple Video будет именно агрегатором источников наподобие Apple News. Ну это че там? Каким будет видеосервис Apple? Модель, предусматривающая агрегацию контента, выгодно отличается от концепции лицензирования. Таким образом, Apple сможет предложить своим пользователям более широкий ассортимент телешоу и передач. К тому же, такая модель позволит компании заняться трансляцией спортивных мероприятий, получить эксклюзивные права, на которые в современных реалиях крайне сложно. На появление на видеоплощадке Apple спортивных мероприятий намекнул ADQ. По его словам, в Купертина уделяет большое значение таким передачам, однако не разделяет идею о необходимости заниматься организацией эксклюзивных трансляций. На этом на сегодня все. Новостей было много, но я рассказала самые интересные. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите презентацию, которая состоится в ближайший понедельник. Мы, как обычно, будем освещать это событие на live.appleinsider.ru, так что добро пожаловать!